Друзья, всем привет! На трансферном рынке состоялось несколько интересных переходов. Например, самый главный талант мирового футбола прямо сейчас, Эрлинг Холланд, перешел в Дортмундскую Барусию за 20 миллионов евро. Правда, заплатил немецкий клуб гораздо больше. Помимо 20 миллионов трансферной суммы, 15 они заплатили еще его агенту, Мина Райоли. Кстати, про этого жадного итальянского агента мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Еще 10 миллионов отправились в карман отца футболиста, Альфа Инги Холланда. Он тоже в прошлом футболист и даже выступал в английской премьер-лиге. Правда, тогда за него не платили таких сумм. Всего лишь 2,5 миллиона за переход из Ноттингем Форест в Лидс и 3,7 миллиона за последующий трансфер в Манчестер-Сити. Именно там случился самый заметный эпизод в карьере отца Холланда. В одном из матчей он не только нанес серьезную травму Роу Кину, от которой он восстанавливался почти год, но и обвинил того в симуляции. Жесткий ирландец не простил Холланду этого проступка. И, вернувшись на поле, в первом же матче травмировал того. Тот долго пытался оправиться, вернулся даже на поле, но не смог заиграть на прежнем уровне и повесил бутсы на гвоздь. Но довольна о семье Холландов, давайте поговорим о трансферах. Самый дорогой переход текущего трансферного окна – это переход Деяна Кулусевски из Аталанта в Ювентус за 35 миллионов евро. За последние годы Аталанта закрепила за собой статус команды, которая очень выгодно и хорошо продает своих футболистов. Только за последние 4 сезона команда напродавала футболистов на сумму свыше 250 миллионов евро. Это отличный результат, который заслуживает того, чтобы мы о нем рассказали подробнее. Поэтому прямо сейчас мы расскажем вам о самых дорогих трансферах Аталанты за последние годы. Это Moneyball, меня зовут Илья Штиблов. Погнали! Вообще, Аталанта и раньше проводила громкие трансферы, на которых очень даже неплохо зарабатывала. Правда, происходило это не настолько регулярно, как последние годы. Самый яркий, наверное, пример – это Филиппо Инзаги. Для многих он является легендой Милана. Но в Милан он перешел из Ювентуса, а вот до Ювентуса выступал как раз-таки за Аталанта. Для 1997 года выплаченные 12 миллионов евро за 23-летнего нападающего очень мощная сумма. Правда, через пару лет Юви продал его Милану уже за 36 миллионов евро. Другой интересный пример – это Иван Пелицоли. Многие из вас наверняка помнят, как этот вратарь выступал за московский локомотив. Правда, проведя три года в Москве, он так и не стал основным и вернулся на родину. Однако до этого Иван Пелицоли считался очень большим талантом и даже провел несколько матчей за сборную Италии. Это при живых Франческо Тольдо и Джан-Луиджи Буфони. Поэтому неудивительно, что в 2001 году Аталанта смогла загнать Ивана Пелицоли в Рому за 14 миллионов евро. Правда, после этого он сдал, перешел в Реджину и уже оттуда отправился в московский локомотив. Сам вратарь называл это решение роковым. Переход в локомотив поломал всю мою карьеру, ведь мне было всего-то 27 лет. Ни за что не надо было ехать в Россию, в любую другую страну – в Англию, Францию, только не в этот слабенький чемпионат. Ну а теперь давайте поговорим о свежих трансферах Аталанты и начнем мы с нападающего Андреа Питания. Питания – воспитанник Милана, однако в родном клубе он шансы не получил, поэтому отправился в Аталанту, которая купила его за 1 миллион евро. Нельзя сказать, что Питания стал в Аталанте звездой. За два сезона он забил всего 11 мячей. Тем не менее, именно отсюда он получил свой первый вызов сборной Италии, а чуть позже и совершил трансфер в спал. Сначала клуб взял его в аренду за 3 миллиона евро на год, а позже выкупил права на его трансфер за 12 миллионов евро. Да, заметного вклада в историю Аталанты он не внес, зато неплохо пополнил их банковский счет. А вот защитник Матея Кальдара является воспитанником Академии Аталанты, в которой он пришел заниматься футболом в 9 лет. Оттуда он дорос до главной команды, за которую дебютировал в 2014 году. Игра молодого защитника привлекла внимание Ювентуса, который выкупил трансферные права на него за 19 миллионов евро, но при этом оставил его в аренде в родной команде еще на год. За это время он еще сильнее прибавил в цене, и Ювентус перепродал его уже в Милан за 35 миллионов евро. То есть Ювентус заработал на игроке, который не сыграл за них ни минуты, целых 16 миллионов евро. Неплохо. В Милане, правда, из-за другой схемы, а также серьезной травмы, Кальдора не закрепился и сейчас вернулся в родную команду на правах аренды, восстанавливать форму и уверенность в себе. Роберто Гальярдини еще один воспитанник академии, который принес клубу очень солидные деньги. Правда, большую часть своего игрового опыта он приобрел в арендах. Специи Чизени и Винченци. Но этого хватило для того, чтобы привлечь внимание миланского Интера, который сначала взял его в аренду за 2 миллиона евро, а позже выкупил за 20 с лишним миллионов права на его трансфер. Сейчас в Гальярдини игрок обоймы миланского Интера, который борется за чемпионство и также вызывается в сборную Италии. Кристанте – это еще один воспитанник Милана, которому выдавались очень большие авансы. Ведь выходить на поле в составе главной команды он начал в 16 лет, выходя на замену вместо Робиньо и Кака. Однако высокая конкуренция в родной команде вынудила юношу перейти в Бенфику. Но и здесь у юноши не задалось. Он трижды возвращался на родину в аренду, но именно в Аталанте расцвел по-настоящему. В итоге Аталанта выкупила его за 5 миллионов евро, тут же за эти же 5 миллионов евро отдала его в аренду в Рому, а через год получила еще 21 миллион от Римлян за полноценный трансфер. Андреа Конти – это еще один успешно проданный воспитанник Академии Аталанта. Несмотря на то, что Конти играет в обороне, в сезоне 16-17 он записал себе в актив 8 забитых мячей. Перед такими результатами не устоял Милан, который не только выложил за него 24 миллиона евро, но и отправил в Аталанту молодого полузащитника Матео Пессино. Оба, правда, в своих новых командах пока не являются основными, но Аталанта хотя бы на этом подняла приличный кэш. Фрэнк Кассиэ – это настоящая находка скаутской службы Аталанта. Найдя его в команде Stellar Club и Scott d'Evoire, селекционеры Аталанта смогли убедить руководство выложить за никому неизвестного полузащитника полтора миллиона евро. Едва ли позже они об этом пожалели, ведь уже через год Милан взял его в аренду на два сезона за 8 миллионов, а позже выкупили его за 24 миллиона евро. То есть суммарно он принес клубу из Бергамо 32 миллиона евро. Согласитесь, очень даже неплохое сальдо. Прямо сейчас Фрэнк Кассиэ – это один из лидеров Милана и символ успешной скаутской работы Аталанта. Бастони – яркий пример того, насколько дефицитной в современном футболе является позиция центрального защитника и насколько высоко они ценятся на трансферном рынке. Алессандро начинал в Аталанте в возрасте 7 лет, а его первым тренером был его собственный отец, который работал в системе клуба. Не успев провести за основной состав и десятка матчей, Бастони уже имел статус одного из самых перспективных защитников Италии, ведь он очень часто играл за юношеские и молодежные сборные страны. Этого хватило, чтобы Интер заплатил за него 31 миллион евро. Правда, в миланском клубе защитник пока не заиграл и сейчас находится в аренде в Парме. Но для 20-летнего футболиста это очень даже хороший шанс сделать шаг наверх. О том, насколько полезны могут быть аренды в Парму, не понаслышке знает Геен Кулусевский, который сейчас перешел в Ювентус за 35 миллионов евро. Вообще, швед македонского происхождения, воспитанник шведского клуба Брома Пойкорна. Несмотря на скромный статус, этот клуб воспитал множество неплохих футболистов, таких как Альбин Эгдаль, Йонг Видетти и Людвиг Аугустинсон. Четыре года назад скауты Аталанты присмотрели рыжеволосого мальчишку на одном из турниров и не побоялись выложить за юношу 165 тысяч евро. Впоследствии, пройдя через все молодежные и юношеские команды, он оказался в основном в составе Аталанты. Правда, сыграл там всего три игры и шумарно на поле находился 105 минут, после чего отправился в аренду в Парму, где зажег по-настоящему. Четыре забитых мяча и семь голевых передач за первый круг оказались весомым аргументом для Вивентуса, который заплатил за его трансфер 35 миллионов евро. Еще неизвестно, станет ли он в Ювентусе звездой, однако легендой Аталанты он останется навсегда. И сыграв за команду всего 105 минут, он принес ей огромнейшие деньги. Друзья, мы рассказали вам про самые крутые и крупные трансферы Аталанты, а теперь расскажите вы, трансфер какого футболиста в бета-трансферное окно вы ждете больше всего? Пишите свои варианты в комментариях, не забывайте ставить лайки. А это был Мани Бо, меня зовут Илья Штиблов, пока! Субтитры задавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok